Два слоя одежды, включая полный защитный костюм, две пары перчаток и респиратор высшего класса. К работе в красной зоне готовятся практически как к выходу в открытый космос. Раздевалка находится в подвальном помещении, здесь же своеобразный шлюз. Такую обработку проходит каждый, кто покидает территорию госпиталя. Здание терапевтического корпуса полностью переоборудовано под моногоспиталь, но пока пациентов не очень много, работа идет только на трех этажах из пяти. Первый этаж – приемный покой, практически единственное место, где можно увидеть человека в обычной одежде. Я лично сама отсюда, поэтому вернулась домой. Я тоже. Тут у нас нехватка кадров, нехватка врачей. Конечно, мы не могли оставить все здесь и уехать куда-то, хотя поступали предложения из других городов, чтобы мы оставались там, где проходили обучение, но мы вернулись сюда. Молодые врачи краевой больницы закончили Амурскую медицинскую академию и уже имеют опыт работы в коронавирусном моногоспитале. Большинство пациентов запущенные, конечно, потому что они занимаются дома самолечением и беспорядочно принимают антибиотики, к сожалению, снижают иммунитет и тем самым они к нам уже поступают в тяжелом состоянии, в запущенном. Защитные костюмы у медработников подписаны маркером. Имя и должность. Иначе отличить коллег друг от друга сложно. Младший медицинский персонал в прямом смысле младший. Здесь много молодежи сразу после медучилища. Захотелась помогать людям, вот и пришла. Работать. Не хватало медицинского персонала. Бывает тяжело, конечно. Ну, график мы работаем по 12 часов. С 8 до 8 вечера. Работа заключается в том, что мы делаем капельницы, уколы ставим. На втором этаже атмосфера напряженная. Сюда попадают люди, которые находятся буквально на грани жизни и смерти. Дежурство здесь ведется круглосуточно. Прямо сейчас врачи в реанимационном отделении ковидного моногоспиталя борются за жизнь человека. Они обеспечивают доступ к подключичной артерии для того, чтобы ввести медикаменты. Реанимационный койк в госпитале 18, а всего 100, но их количество может быть увеличено. Пока большинство палат пустует. Практически каждая койка оборудована либо стационарным подводом кислорода, либо может быть снабжена кислородным концентратором. Их в госпитале достаточно. Емкость каждого аппарата максимальная – 10 литров. Всего на этаже 66. Но когда при поступлении больных кислородные концентраторы по мере необходимости раздаются по этажам. Медикаментов здесь тоже хватает. Причем как противовирусных, так и для лечения других заболеваний. Как известно, тяжелее всего ковид переносит пациенты с хроническими болезнями. Это при сахарном диабете. Это при инфекциях мощеполовой системы. Это при повышенном аппаратном давлении. Те, кто чувствует себя лучше, попадают на третий этаж. Но и здесь каждый пациент находится под неусыпным надзором врачей. Прекрасные. Во-первых, внимание, внимательные, очень такие добродушные. Каждые вот пять минут заглядывают. Все хорошо, что-то нужно. Все молодые, все как дети мне. Я заболела давно, уже 10 дней. Но состояние с каждым днем вот ухудшалось. То есть я не сразу даже врача вызвала. Я вызвала его только через 6 дней. Вот, конечно, сейчас я уже думаю о том, что время упущено. Жалеем, что не сделали прививки. Все надо делать вовремя. Как говорят, все надо делать вовремя. А жалеть – это такая уже человеческая глупость. Одна из процедур для больных средней тяжести – дыхательная гимнастика. Дышать удобно? Удобно. И незначительными поколачиваниями. Главное, чтобы не больно было. Не больно вам? Делаем дренажный массаж. Упражнения разные, но есть упражнения такие, которые совмещены лечебная гимнастика и с элементами самомассажа. Когда больной, я обучаю больных делать, чтобы улучшить отток, дренаж, и дыхание стало лучше. И тем самым сатурация, насыщение кислородом крови будет выше. И больной быстрее пойдет на поправку. Вдох. Медленный вдох. Выдох. Отпускаем. Расслабляемся. Здесь каждый рано или поздно убеждается. Позаботиться о защите своего организма от коронавируса необходимо как можно раньше. Прибыл, конечно, я в плохом состоянии. А дышка была сильная. Я задыхался. Два-три шага, и мне тяжело дышать. В пот бросало. Ну, все вот такие вот симптомы. Запустил, конечно, сам себя. Надо было раньше ложиться в больницу, чтобы помогли. А медперсонали, скажу, что замечательные люди, все доброжелательные, отзывчивые. Ну, так лечиться буду. Ну, вот как-то не привился. Сейчас отболею, и сразу начну это все дело. Переодевание после выхода из красной зоны – тоже целая история. Снимая каждый элемент защитного костюма, нужно мыть руки в специальном растворе. Перчатки, бахилы, костюм, очки или прозрачный щиток – все это сортируется по разным контейнерам и потом уничтожается. А мы переходим в чистую зону. На данный момент госпитализировано 12 человек. Запланированы еще переводы нескольких больных с районных больниц. С Милькова, Сусть, Камчатска. Пока работа в штатном режиме. Ну, мы уже готовы к этой волне. У нас есть уже определенные… Ну, и у нас, у медицинского сообщества, определенные схемы назначения. То есть мы знаем, как лечить, что контролировать, какие показатели. Вот. Как бы это вот особенность, да. То есть мы готовы к таким пациентам. Ассоциации с военными действиями у нас нет. Я думаю, у моих коллег тоже нет. Это плановая работа, как… Вот. Такое ощущение было, может быть, в первые волны, да, когда мы не знали, ну, не только мы, да, сообщество медицинское не знало, что делать, и не было опыта. Сейчас опыт есть, есть какие-то наработки, и поэтому все будет хорошо. К концу второй недели февраля на полуострове каждый день выявляют около 400 новых и повторных случаев инфицирования коронавирусом. По всему краю примерно такое же количество пациентов находится на стационарном лечении. Способ не оказаться среди пациентов красной зоны и не отправить на больничную койку соседа только один – выполнять все рекомендации врачей. Соблюдать личную гигиену, носить маску в общественных местах и вовремя проходить вакцинацию. Субтитры создавал DimaTorzok